Да. Привет, друзья. Да, вот тут мне письмо написали, как управлять собой, как можно управлять другими. Ну, наверное, непонятно, как управлять собой, а я тут вот ответ написал. Сейчас я вам прочитаю. Управлять собой – это самому у себя снимать стресс без таблеток, а с помощью микрофизкультуры, которые развивают способность управлять своим состоянием без упражнений. Микрофизкультура не простая, а синхронизирующая, и поэтому дающая многократно больший эффект, в отличие от всех физкультурных упражнений известных в мире. А вот теперь интересно будет. Когда вы лучше управляете собой, вы становитесь свободными. Выбор решения и действия. Если возникает в том необходимость, например, для оказания помощи, то можете лучше управлять другими. А теперь, внимание, смотрите, я тоже мог бы управлять другими. Знаете, каким образом? Синхро-микрофизкультура может состоять из синхроупражений даже секундных приемов и микродействий. Ее можно было бы назвать сегодня по-современно модному словом «нанофизкультуры». А еще моднее кванта-нанофизкультуры. Вот бы я управлял. Вот сейчас бы назвал это «нано-микро-кванта-физкультура». Бабах! А это уже почти навык. По-секундные действия. Это почти навык. То есть «нано-кванта-физкультуру» можно использовать для сокращения в разы времени выработки любых навыков. С ней можно выходить из хаоса в порядок в голове, да, то есть снимать стресс. А также при выходе из этого шторма в штиль на нулевое состояние безмятежности для восстановления баланса. А главное, можно, пользуясь нулем, производить перезагрузку мозга в том смысле, чтобы на всякий стресс теперь мозг начал реагировать с радостью, как на ожидаемый дополнительный источник сил для решения ранее нерешаемых вопросов. Этого айкидо, моста трансформации для перенаправления энергии в других методах нет. Например, в техниках дыхания, медитации, молитвы, которые только обнуляют. То есть приводят в порядок в голове вот этот хаос. Кстати говоря, у меня есть письмо, подписанное директором Института философии, академикам Степиным, где написано, что методики ключа, они вообще могут оказать не только теоретическую, но и практическую полезную помощь, которая уже доказана, но его интересовала директора именно теории. И в этой как раз-таки система философских наук порядок хаос. Есть такой документ у меня, вот, представляете, как интересно. Кстати, рубашка клёвая, не? О, ну да. Сейчас раньше говорили клёвая, сейчас говорят, наверное, прикольная, да? Ну ладно, давайте так, если бы мы хотели управлять чем-то, я бы тоже так распахнулся, написал кванта-нано-физкультура. О, супер, сколько бы повалило народу квант, о, нано, о, о. А на самом деле дробная посекундная синхрогимнастика. Но главное, как я сказал, там действия синхронны с текущим состоянием. И поэтому сразу снимают стресс. И вы выходите на состояние, когда мысли у вас из этой хаотичности, когда вы не знаете, какое принять решение, когда вы в смятении, вы начинаете лучше понимать, что и как делать. А ещё через ноль перейти, через перезагрузку, решать те вопросы, те проблемы, как стресс-трамплин. Для новых достижений. А я вам в следующем ролике покажу фантастический приём. Да? Фантастический приём. И приглашаю вас там все вместе, все вместе его опробировать. Да? Это будет очень интересно. Итак, следующий ролик. Новый приём. До встречи.